Легенды Крыма. Антарам. Атузская легенда. Когда Сидрак-начальник Сидрак Бахрбаш решил жениться, все говорили, не будет толку. Человеку за 60. А навеста не поднимала еще глаз на мужчину. И жалели Антарам. Но Сидрак-начальник нашел горный цветок, лучше которого не видел. И не хотел, чтобы он достался другому. А что решал Сидрак-начальник, оттого никогда не отступал. И Сидрак-начальник женился на Антарам. Чалкинцы поздравляли. Послал Бог счастье. Но между собой говорили, запрет старик бедную Антарам, к чему и богатство. И запер Сидрак-начальник молодую жену в своем чалкинском балаге, где были фонтаны и ломились под тяжестью плодов фруктовые деревья, но куда никто не проникал, кроме старух и стариков. Так не видели чалкинцы Антарам целый год. А когда увидели на праздник Сурбхача в Искокримском монастыре, не узнали ее. Не улыбалась больше Антарам и стала похожа на святую Шушанику. Благословил ее после службы старый анхимандрит. И так, чтобы не услышали другие, сказал, «Не грусти, все в воле Божией». И избрал ее, чтобы раздавала награды борцам, которые пришли из Искрыма, Карадага и Чалков показать свою удалю силу. Узнали борцы, кто будет раздавать награды. И в кругу собравшегося народа началась борьба молодежи, какой давно не видели. Не жалели себя молодцы, как тигры бросались друг на друга. И напряженные мускулы их казались выконами из железа. Особенно восхищался Георгий из Чалков. Он вмиг укладывал на землю неопытного противника и, подняв его на вытянутых руках, держал долго над головой. Загорелись глаза у антарам. И отдала она ему первую награду – арабский диргем и шелковую ткань для праздничного наряда. Преклонился пред нею Георгий и чуть-чуть слышно вымолвил, «Имись, оки, сердце мое!» Кивнул на поклон небрежно головой Сидрак начальник, отплюнулся в сторону. Молодость только и годится, чтобы хвастать своими мускулами от того, что нечем больше, и поспешил увезти антарам в свои чалки. Потянулся второй год хуже первого, тосковала антарам, и от тоски стала еще прекраснее. Мускул с бронзового тела ее пьянил старика, а тени думки на лице затемняли у него рассудок. Жизнь бы отдал за нее Сидрак начальник, умер бы, обняв ее к коленям и мучил ее без конца безумной ревностью и ненавидел всех людей, на которых она могла посмотреть. Чтобы не оставлять жены без себя, он редко выходил из балата и оттого казался чалкинцам еще более неприступным и суровым. И вдруг дошла весть, что на Кахтебель напали арнауты, вырезали армян, сожгли церковь и убили священника. Взволновались чалки, и все, кто мог, стали отправлять жены и детей в дальние деревни. Пришлось Сидраку начальнику расстаться с антарам. Окружив всадниками, он отправил ее к старому другу, в которого верил и стал ждать вестей. Писала антарам. Но письма не глаза, не прочтешь с них, что прочтешь в глазах. И мучился Сидрак начальник от ревности еще больше, чем прежде. Переменил людей при антарам, послал старуху следить, с кем она больше говорит, на кого охотно смотрит. Вернулась старуха. Напрасно оставил при ней Георгия. Сам себе беду делаешь. В ту же ночь полетел гонец за Георгием, а наутро прибыл Георгий с письмом от антарам. Прочел Сидрак начальник письмо и стал белее стены. В первый раз упреклал его антарам, в первый раз жаловалась на судьбу. Зачем не веришь людям? Зачем отозвал Георгия? Он самый верный слуга. Зачем обидел меня? Сверкнул злобой косой глаз Сидрак начальника и приказал он Георгию отвезти письмо в стан Арнаутов. Знал, чем кончится дело. И вернул антарам в чалки. Не посмотрел на нее, когда она вошла в дом, запер в глухую башню, а ключ свырнул в пропасть. Теперь люби своего Георгия. И целые ночи неслись стоны из башни и рвал седые волосы Сидрак начальник и боялись люди подходить к нему. А на третью ночь затихли стоны и показалось Сидраку начальнику, что подошла к нему тень антарам и стала гладить его больную голову. Я умерла, шептала тень, и скоро уйду отсюда и пришла к тебе только, чтобы успокоить тебя. Антарам не изменила тебе. И когда другие люди не любили тебя, антарам берегла твою старость. Хотел Георгий убить тебя, Антарам сказала, искупи грех своей мысли. Если любишь, отдашь жизнь за него. И поклялся Георгий, сделал так. Невинно, Антарам. Клялась она быть верной тебе, такой и умерла. Бросился Сидрак начальник башни, разбудил людей, велел взломать двери. Бежали люди в башню и увидели Антарам мертвой. Три дня не пил и не ел Сидрак начальник, стоял у остывшего тела, сам положил его в могилу, сам засыпал землею и своими руками построил часовню на могиле. Хотя и не был каменщиком. А когда окончил работу, тут же и умер. И была на часовне высечена надпись «Построил часовню на могиле жены, начальник крепости Сидрак». Замучил бедную напрасно. Господи, прости ему тяжкий грех. Лет 30 назад работавшие в Чалках инженеры нашли у источника Бахр-Баш-Чакрак под Эчкидагом развалины часовни и камень с высеченную надписью на староармянском языке. Прочли. Построил часовню на могиле жены начальник крепости. Время стерло остальные слова. Видно, простил господь Сидраку его тяжкий грех. Пояснение катурской легенды Антарам. Чалки. Незаселенная сейчас долина смежная с Артурской. По климатическим условиям и красоте местности обещает в будущем стать одним из лучших крымских курортов. По преданию, в Чалках существовало некогда значительное армянское поселение. А разваленные часовни у источника Бахр-Баш-Чакрак источник медной головы сохранились и досели. Найденную у источника плиту с надписью на староармянском языке прочел местный полиограф Степан Никитович Лазов, от которого я и слышал легенду об Антараме. Детали легенды сообщила проживавшая в Атузах Александра Лазарина Батаева. Часть армян по завоеванию Армении татарами в 1262 году была переселена в районы Астрахани и Казани, но затем переселенцам разрешили перейти в Крым. Следы их поселений сохранились на протяжении от Старого Крыма до Козы. В Карадаге полуистертая надпись на развалинах церкви Святого Стефана свидетельствует, что эта церковь была построена армянами в 1400 году. В Старом Крыму, Эский Крым, сохранились развалины шести армянских церквей, а монастырь Сурбхач Святого Христа функционирует и в наши дни. Правда, обстановка его крайне убога. В монастыре живет один больной, неслужащий архимандрит и сторож, психически больной. Но еще в моем детстве в храмовый праздник сюда стекалась масса народу со всех окрестностей монастыря. Совершалось торжественное благослужение. Происходила борьба, заклали жертву бараны, последние исполняются благочестивыми армянами и теперь воспоминания о барнаутах живут в Стрелизотар как о народе жестоком и беспощадном. У них была железная душа, говорят татары. Арнауты албанцы потомки древних пелазгов. Некоторые составляли цвет турецкого войска. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!